Мухаммед Мубараков этот день считает вторым днём рождения. Сейчас он принимает лечение в больнице скорой медицинской помощи областного центра. В результате ДТП мужчина получил многочисленные травмы и ожоги и сегодня за ним наряду с медперсоналом ухаживает старший сын. В тот день, вспоминает Мухаммед, он с товарищем ехал из Сарагаша в Шимкент. Не доезжая до областного центра, в результате неудачного манёвра его Нексия столкнулась с встречным автомобилем. От удара машина загорелась, но вылезти из машины они не могли, дверь заклинила. И когда на спасение надежды не оставалось, подоспела помощь. К нашей машине подоспели двое парней, двери были зажаты, они разбили окна и кто-то, помню, меня обхватил за пояс и стал вытаскивать из машины. Сначала показалось, что это были военные, но, как мне потом рассказали, это были ребята из таможни. Мухаммеда Мубаракова, получившего более тяжёлые травмы, чем товарищ, врачи доставили в больницу скорой медицинской помощи. Три дня он провёл в реанимации, сейчас его жизнь вне опасности. Лёжа на больничной койке, помимо скорейшего выздоровления, мужчина мечтал встретиться со своими спасителями. Никого из них не забуду. Моя семья им так благодарна. Когда встану на ноги, обязательно их разрешу, познакомлю их со своей семьёй и, возможно, ещё долго будем общаться. Помощь пострадавшим во дворе мужчинам оказали сотрудники таможенного поста ЖБК, жилой департамента государственных доходов, Иржан Белесов и Гони Агатьев. Вечером того дня, не возвращаясь домой с поста, увидели горячий автомобиль «Нексия», вокруг которого уже собралась толпа очевидцев. На помощь кинулись, не раздумывая ни секунды. Выбили стекло сначала, пассажирской стороны, потом дверь начали ломать. Дверь еле выдернули, с общими усилиями выдернули и начали вытаскивать. Не дожидаясь, когда Мухаммед Мубараков встанет на ноги, герои таможенки сами навестили пострадавшего водителя в больнице. Как считают, ничего особенного они не сделали. Так, наверное, на их месте поступил бы любой мужчина. Впрочем, на этот счёт у руководителей департамента госдоходов своё мнение. И мужественных таможенков в ближайшее время представят к наградам. Даниар Худайбергенов, Константин Гавшев, информационная служба телекомпании «Отрар».